Высоты в десятых метров для этих ребят не проблема. Высота и скорость их стихия. Очередной слет любителей беспрепятственного передвижения или попросту говоря паркура прошел в модре. Об этом смотрите далее в сюжете. Эти молодые люди учатся в школе, технике, училище и университете. Возраст не более 20, а опыт преодоления препятствий около 4 лет. Как культура андеграунд отдыха паркур появился во Франции. Сейчас активно практикуется во многих странах. Его суть заключается в преодолении городских препятствий. Перил, парапетов, стен, заборов. Не последнее место в развитии этого движения занимает глобальная сеть. В интернете трейсеры находят друг друга, организуют команды, встречаются и тренируются. В Мозырь паркур пришел не так давно. Однако уже и сейчас наберется более сотни поклонников этого красивого, пластичного, а порой и опасного увлечения. Экстремальная дисциплина привлекает молодежь зрелищностью и своеобразной свободой действий. Мы хотим почувствовать адреналин. И нам это просто нравится. И так как мы не можем каждыми днями тренироваться все вместе, мы собрались в один день. В интернете это объявили. И мы собрались. Вот все прыгаем. Паркур – это неосознанное движение сквозь пространство. Оно придает адреналин. Добиваешься новых целей. Привлекаешь девушек. Ну и вот это оно выглядит красиво. Снимаешься во всяких роликах. Можешь поехать на соревнования. Может быть, даже стану когда-нибудь чемпионом мира. Тогда все девушки мои. И если для 12-летнего Ильи паркур-хобби беспотеть, то его друг Артем на время прекратил тренировки. Перелом руки – как знак. Паркур – опасное увлечение. Я сломал руку. На данный момент паркуром не занимаюсь. В гипсе буду еще до 24 июня. Синяки, ссадины и растяжения – это лишь незначительные травмы. Многие помнят ушибы, переломы и вывихи конечностей. Однако даже такие травмы – ничто в сравнении со свободой полета через перила или кувырки в воздухе. А теперь внимание! Это опасный номер. И не пытайтесь повторить его сами. На такие па в воздухе отважатся немногие. Но что не сделаешь, чтобы выделиться из толпы подобных. Ведь, как сказал основатель движения Дэвид Белл, нет границ, есть лишь препятствия. Вот так и перемещаются сквозь пространство города мозырские трейсеры.